А вы кто? Это со мной человек Охрана что ли? Да А от кого? От нас? Я Лариса Бузеева, это Давай Поженицу, добрый вечер Сегодня у нас женихи Денис, Владислав и Анатолий А невеста у нас Ангелина Здравствуйте, проходите Ангелина, 25 лет Благородному кавалеру, который спас ей жизнь Предпочла откровенного мерзавца и предателя Но до сих пор не считает, что совершила ошибку Ангелина маркетолог в рекламной компании Хозяйка маленькой студии красоты Любит смотреть хоккейные матчи и баскетбол Гордится своим образованием Признается, что не верит в мужскую верность И не умеет прощать Не читает жить рядом со своей мамой Ангелина настороженно относится к состоятельным, искушенным мужчинам И не видит рядом себя в паре с метросексуалом Выйдет замуж за умного, обстоятельного, тактичного мужчину С богатым жизненным опытом Здравствуйте Здравствуйте Сразу видно, что работаете в индустрии красоты Да, спасибо Да, потому что в вашем случае нельзя быть сапожником без сапога Согласна Красивая очень девочка, мне нравится тебе как Ну, надо пообщаться, я считаю Конечно Ну, так внешне мне нравится Ну, и вот хорошая девочка, которая самостоятельная, занимается бизнесом Естественно, и притягивает к себе плохих парней И сама, в общем-то, к ним тянется Как и в вашем случае, да? Да Что ж такая за странная и страшная история, расскажите В общем, пару лет назад передо мной был выбор, да Передо мной стоял выбор между человеком, который обладает, ну, рядом положительных качеств Но я не видела в нем именно мужчину, своего мужчину, к сожалению То есть по-человечески он был идеальный? Да Идеален, абсолютно без змеяна А что, слишком прост для вас был? Слишком не напорист и слишком, как бы это ни звучало, наверное, глупо А у меня многие осудят, но он слишком идеален, слишком Вот это действительно так Любил вас? Любил И вы понимали, что будешь все прощать? Любил, ухаживал, а он мне все и прощал, потому что... А выглядел как? Внешне? Да Ну, симпатичный, выше меня, он спортсмен Не профессиональный, но... Из хорошей семьи? Из хорошей семьи, из очень хорошей семьи, да Ну, то есть среднего достатка, свой небольшой бизнес, квартира, машина, то есть там, дача, ну, таким... И кто ему появился в противовес? Маленький плюгарик В противовес появился парень, да, младше меня Уступающий мне по всем параметрам То есть начиная там с возраста, заканчивая образованием и какими-то другими моментами Вот Страшненький? Нет, не страшненький Ну, не страшненький Наоборот, даже может быть, можно сказать, смазливый Вот и... Ну вот тем самым, за что хорошие девочки любят плохих, напористый Да Невеста просто замечательная, мне нравится, что она естественная, что она ведет себя открыто, я это чувствую, что у нее глаза, они наполнены какой-то мудростью, знаниями, что человек что-то прошел Ну, несколько приведу примеров, чтобы вы понимали, в чем заключалась его настойчивость Например, когда мы с ним только познакомились, я ему сказала, что он может рассчитывать, ну, максимум просто на дружбу, на общение Ну, потому что это не мой, абсолютно мы небо и земля Вот Но он посчитал по-другому И поставил себе цель, что я должна быть с ним в любом случае Были такие примеры, когда он Мы с ним сходили в кино, то есть он знал мой адрес, довез меня до дома Вот, и он знал, что я не открою ему, там, домофон И он позвонил соседям, они ему открыли, и он стучит мне в дверь Я открываю дверь, он открывает, и говорит, одевайся, мы едем в ресторан Ты поедешь туда в ресторан Поехали? Да, мне это очень нравилось Мне очень нравилось это качество Сколько ваши отношения продолжались? С этим человеком год Скажите, а вот тот, который идеальный, ну, хотя бы перманентно появлялся в вашей жизни? Он все это время был в моей жизни ежедневно А что он делал-то, я не поняла А вам это нужно было зачем? Почему, ну, нельзя было ему сказать, я полюбила другого А я того не понимаете, с этим мне было хорошо Я не знаю, вот он не стал всем в одном лице Я даже в какой-то момент перестала так делиться с матерью, потому что у меня появился он А близость не была? Нет Ну, мне все-таки напористый больше нравится Прошло 4 месяца, и я забеременела от второго, который вот Ну, естественно, если с первого ничего не было Да, да, да А что само по себе странно, потому что у меня есть проблемы с репродуктивной системой И, ну, по идее, этого не могло случиться Вот, я забеременела Беременность была замершая Да, я чувствовала себя плохо, мы пошли на УЗИ Вы попали в больницу Да, вот, в общем, мне сказали, что я беременна, но радоваться нечем, потому что уже месяц, как я ношу ребенка То есть у меня уже температура, воспаление Как он к этому отнесся? Первое, что он сказал, не говори об этом никому, не говори родителям Но, вы понимаете, он молодой, я не могу сильно на него здесь тоже Ну, то есть он растерялся Ну, молодой сколько ему было, 20? 22 года Вот, и я никому не говорила, то есть это был вот наш с ним вдвоем И в это время оставив вас в больницу, он уезжает на лыжный курорт Да, он уезжает на лыжный курорт кататься Ничего себе Конечно, это не серьезно Не, ну так, конечно, не поступая с девушкой Пока я лежала в больнице, все это время за мной ухаживал тот, который хороший Понятно Он меня кормил, поил и все прочие моменты Кровь там за меня ходила, сдавала и прочее, прочее Вот, а, значит, мне звонили... У вас даже группа крови одна? Нет, он брал 10 человек, которые мне сдавали кровь, набирал команду там людей Понятно Послушайте, если он столько знал о вас И про беременность, и про этого подлеца молодого И к вам относился по-дружески Что изменилось за этот момент, пока вы оказались в больнице? Если честно сказать, я его прекрасно понимаю, несмотря на то, что в тот момент он по логике вещей не должен был уходить, если он был со мной в самые худшие времена Но дело в том, что он мне сказал такую фразу, он говорит, неужели ты совсем себя не ценишь? Неужели ты настолько сама себя не ценишь? Хорошо, и он мне сказал тогда такие слова, я их помню, что все люди это камни Ты бриллиант, на тебя можно только посмотреть, к тебе нельзя дотронуться Ты, ты... Ну, влюбленный мужчина, да А ты ведешь себя так, как будто ты камень, который валяется на дороге Просто вы влюбленной женщиной были А он влюбленный мужчина Ну, в общем, он очень... Только в разные объекты, вот и все Он разочаровался в моем поведении Хорошо, а когда вы его начали потом вызванивать, для чего? Извиниться, отблагодарить Мне кажется, что таким девушкам важно, чтобы им их немного пренебрегали, только тогда они тянутся Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, чем меньше девушку мы любим, тем больше нравится мы ей А кого вы сегодня рядом с собой видите? Я думаю, что я слишком многого хочу, наверное Перечислите, что, может быть, для нас это будет норма Я хочу, чтобы, ну, обо мне заботились, и я о нем заботилась, в первую очередь Несмотря на то, что я, может быть, выгляжу как праздничная елка, ну, как бы То есть мои внешние параметры, возможно, говорят об обратном Но на самом деле, я в первую очередь... Для любого мужчины, во-первых, сестра нужна богатая, вот мы сейчас, это великая мудрость А жена здоровая, понимаете? И лучше не болейте А если болеете, то родители, пускай бабушки, мамы Скажите, Ангелина, вы по-прежнему, да, уверены, что не сможете родить ребенка? Потому что это принципиально Нет, я смогу, просто это будет целенаправленная подготовка к этому То есть, ну, как бы естественным путем сложности будут То есть это дорогое лечение надо Да, у меня отсутствует часть репродуктивной системы, так скажем То есть даже часть продуктивной Ну, это абсолютно реально, то есть, в принципе, там тоже... Ну, хорошо, сегодня можно взять адаптированных детей, можно суррогат на сегодня А что суррогат? Она, он богатого не хочет Откуда у простого, среднего достатка мужчины, извините... Почему она богатого не хочет? Она сама говорит, не хочу богатого Ну, не нужны миллиарды для того, чтобы... Конечно, конечно, это не настолько дорогостоящая процедура А богатый, это кто тогда? Минуточку От скольких? Я не знаю, кто такой богатый Не, ну вот, я так обрадовалась, наконец, вот девушка с такой внешностью говорит, мне не нужно богатого, в чем добровольно А на самом деле, вы же не слышали от меня слово «мне не нужен богатый»? Мне нужен человек, имеющий что-то Почему? Я объясню... Что, что, давайте конкретно, что? Что у него должно быть? Недвижимость, у него должна быть машина Сколько недвижимости? Да я не исчисляю ее И где? Бутова недвижимость? Или на рижском? Гея, скажи просто, тебе нужен богатый, и все Спасибо, Костя разрядилась Не, ну что вот тянуть, правда? Я за равные браки Вот Это отвратительно, когда женщина зависит от мужчины, когда мужчина зависит от женщины На мой взгляд, между мужчиной и женщиной должно быть три основных ценности Это физические отношения, душевные и духовные отношения Просто для вас состоятельный мужчина не самоцель Да Вы в комплект к его состоятельности и самостоятельности хотите еще любовь, отношения к себе Но все-таки тип какой? Вот такой же напористый брутал или мягкий ангел-хранитель? Нет, напористый брутал Все равно Но я ничего не могу поделать своей натурой Но не люблю я размазню Мне нужно, чтобы мужчина был мужчиной У нее есть проблема Ей хочется и заботы И любить она хочет того, кто ей пренебрегает У нее присутствует парадокс в ее характере С Рублевки вряд ли я вам кого-то рекомендую Им всем нужно Они первые спрашивают Роза Раифовна, что со здоровьем? Я еще справки предоставляю От гинеколога, от кардиолога и всего остального Вот детей хотят А что? Ну это не мое дело, как говорится Знаешь, хозяин барин За те деньги, которые И как-то она в сыр в масле катает Все детей хотят здоровых И хотят своих детей, не чужих воспитывать Ну хорошо, я согласна с тобой, Роза Абсолютно Вот так что вот, вот я на вас буду ориентирована А я вам хочу сказать, что жизнь одна, молодость одна Не просто проходит, пробегает, а вот просто один поворот головы Поэтому я вам желаю любви Потому что только по любви родятся здоровые, красивые, счастливые дети Поэтому сейчас выходи, хватай Что это у тебя за такой красивый платочек? Ну, платочек пойдет дополнением к основе вашему гороскопу И осчастливить вас, конечно, тяжело, действительно Не потому что мужчин таких не водится А потому что вы очень разноречивы в своих желаниях У вас за личную жизнь отвечают сразу два знака Это скорпионы и близнецы Вам хочется, чтобы мужчина и бередил вам душу И одновременно не путался под ногами К сожалению, все вместе это обычно воплощается в реальных негодяев Которые в душу плюнуть могут и разбередить ее А потом куда-то исчезают с глаз долой Поэтому я считаю, что мы сегодня ищем все-таки того, кто душу разбередить способен Но потом не будет улетать слишком далеко от вас А для этого придется его потерпеть И для этого придется, в общем, самой быть готовой уделять ему внимание Потому что вы, птица, достаточно вольная Ну и, в общем, ориентированно и живете эту жизнь из себя Есть у вас в гороскопе знак Это звезда Бунгулы, которая связана с любовью Которая говорит, что или вы проходитесь по мужчине танком Или он по вам способен пройтись Вот так, потому что это звезда в копыте кентавра Ну, то есть, как копытами Либо вы по чужой личной жизни, либо по вам кто-то проходится Ей нужен мужчина Да, ей нужен сильный мужчина Вот и все, чтобы мог Видишь, у нее, она говорит, характер у нее Совсем не обязательно быть жесткой в прямую для того, чтобы создавать сложные ситуации Можно я сорву эту деятельность? Ну, можно, конечно А вот давай вот так вот потряси это камни Я отвечу на один твой вопрос Так, ну их нужно вот сюда, ты же понимаешь Молодец! Так Хорошо кидаешь Ну, скажу так Есть ли вопрос на тему славы, почета, внимания? Ой, нет Нет? Нет, ну послушай Все банально В мои 74 года, я тебя умоляю Ну мне нужно знать, на какую из планет А здесь камни обозначают планету На какой ориентироваться? Ситуация решится, о которой ты спрашиваешься, двумя способами сразу То есть, на самом деле, здесь одного хода недостаточно Нужно будет предпринять два действия, потому что Меркурий управляет ситуацией Хорошо, спасибо Ну что, давай, метай Я могу, если хотите, я могу бросить за вас А вы, главное, либо вопрос сформулируйте Ой, не достану Либо я просто вам дам совет относительно сегодняшней программы Например, меня интересует, как скоро я встречу свою любовь Ну, на этот вопрос мы не будем кидать камни, я вам и так скажу Сейчас время правильное, потому что до 2015 года вы жили в страстях А после 2017 года для вас будет мало принцев Давайте все-таки совет на программу относительно мужчин Вам действительно нужен брутальный, но Марс попадает в знак Овна Поэтому сегодня выбираем действительно самого активного Но при этом разглядите среди этих самых активных мужчин Тех, которые верны в чувствах Так это судьба? Да, да, посмотрим Загадывать ничего не буду Проходите, знакомьтесь с первым днем Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Денис, 30 лет. Экономист. Занимается боксом и учится играть на гитаре. Гордится хорошей репутацией. Предупреждает, что бывает требовательным. Мечтает построить свой собственный бизнес. Денис подарил возлюбленное кольцо, но она сочла это плохой приметой и пожелала прекратить отношения. Надеется, что Ангелина не суеверна. Ну, честно, я первый раз слышу, что подарить кольцо девушке – это плохая примета. Может быть, оно было из бумаги, из золотинки такой, знаете, от шоколадки? Нет, на самом деле это было не так. Там была небольшая история. Я летал в Шанхай, значит, на фабрику одну смотрел, и по дороге в самолете познакомился с одним ювелиром из Новосибирска. Вот мы с ним разговаривали, он показал некоторые свои кольца. То есть кольцо было хорошее? Кольцо было хорошее, да. Не вижу какой-то в нем особенности такой прям яркой, активной, чтобы могло его выделить между сотнями миллионов мужчин остальных. Ну, а слова-то были заветные сказаны? Заветные? Нет. На самом деле это была чуть такая история. Ну, понятно. Ну, подарил колечко. Ты что, нормулься? Ну, ты же не сказал, получил пластиновое кольцо. Это плохая примета. Да, это как Андрюша Малахов рассказывал. Один олигарх подарил на свадьбу невесте кольцо в 10 карат. Она посмотрела и говорит, маленькая. Он подарил 20. А маленькая имела в виду размер. А на кольцо твернула, раз плохая примета была? Ну, я его не просил, конечно, обратно. Нет, конечно. Не вернула. Вы знаете, я не знаю, плохая это примета или нет, но я своему вот этому парню, от которого была беременна, тоже дарила кольцо. Вы это дарили? Да. Я дарила кольцо. А зачем? Я началась с любовью, Ангелина. Ну, я сделала нам одинаковые кольца, я думала, что это так оригинально. А он вам дарил кольца? Нет, я сделала два кольца себе, я его смоляю. И себе, и ему. А у него денег просто не было, да? Ну, это была фантазия Ангелины. Она девушка такая уже опытная, повидавшая. И она настойчиво хотела. Скажите, но в то же время вы предложили ей переехать к вам пожить? Да. Пожили? Нет, она не поехала со мной. Она сказала, ага, сейчас разбежалась. Нет, было немножко не так. История была в том, что она ко мне из Питера приезжала. И в какой-то момент она сказала, что, Денис, мне надо чуть больше конкретики о тебе. На что я сказал, если тебе надо конкретики, я тебе предлагаю, переезжай ко мне. Это я тебе говорю со всей ответственностью, как бы, и со всей серьезностью. Ну, то есть я, как бы, взвешиваю свои слова. А зачем к вам пожить? Ну, в смысле зачем? Жить вместе. Не, не, а что вы хотели узнать всегда? Она правильно говорит, ты меня замуж позовешь, а вы говорите, давай поживем, хорошо. В этом плане у меня есть, как бы, какая-то определенная позиция о том, что я не предлагаю за меня замуж. До такого, как я не поживу с человеком. А сначала тест-драйв такой, на совместный? Ну, конечно, времена изменились. Можно это назвать? И сегодня есть молодые люди, которые сразу женятся после предложения. Да иметь право. Но есть в городах больших огромная часть молодых людей, которые действительно сначала решают друг друга проверить и пожить какой-то. А потом браки случаются. А сколько вы этот тест-драйв проверяете по времени? То есть на сколько? Да он еще не женился ни разу. Я не женился. Он всем предлагает. Вот я хотела бы знать, чтобы быть на будущее. Сначала мы-то всем это одна история была. Подождите, а вы с кем-нибудь уже жили? Удалось какую-нибудь девушку уговорить? На самом деле я так долго не жил. Ну, мы там ездили на курорты разные, так вот, чтобы жили совместно. Нет, не жил. Так он еще совместно ни с кем не жил, он даже не знает, что такое быт, господи. Вы настойчивы вообще, Денис? Вот у нас невеста любит таких, чтобы прям взял, вау, посадил кнопку это и куда-нибудь отвез, заставил что-либо сделать. Ну, я считаю, что я настойчивый и, ну, как бы, там по своей жизни я там смотрю. То есть если я себе цель какую-то ставлю, то я ее доберу. Нет, про женщину я имею в виду. Вы будете настойчивы. Сейчас пока вы как-то сидите, на брутального не тянете. На брутального я не претендую. Мужчина имеет право контролировать женщину, как вы считаете? И если имеет, то в чем? Контроль для чего? Если там вот и ревность есть, есть там молодые люди, я там слышу разные истории о том, что вот он меня контролирует. Ну, ты должен поступать так, чтобы тебе не приходилось контролировать, чтобы... Ну, это как бы моя позиция. То есть я не ревнивый, я как бы... Много времени с друзьями проводите? А что такое много? Ну, как бы, не много, наверное. Но он и не тянет на брутал, а ты тянешь, он нет. А куда жену приведете? У вас что есть? У меня съемная квартира сразу, у меня это недвижимость в Москве. Но если вопрос станет переезда, то я там, как бы, сейчас живу там на окраине, мне там не принципиально, но я могу снять в центре квартиру там. Или ближе к центру. Да, и можно там жить, но покупать недвижимость я пока не планирую. А в Санкт-Петербург? В Санкт-Петербург, ну, пока я не планировал такого. А вы готовы в съемную квартиру в Москве? А что, какая вам разница, Санкт-Петербург съемная или в Москве съемная? Ну, в принципе, наверное, вы правы, какая мне разница, в Москве или в Петербург. А вот еще другой вопрос. Если у вас сладится, вы будете ездить все-таки на два города. Как вы считаете, чтобы вы приехали к нему на свидание, он должен оплачивать? Покупать билеты? Я думаю, что он должен сам проявить инициативу. Проявит? Нет, давайте про деньги. Не знаю, это инициатива, это сами. Сделайте так, чтобы он захотел к вам это, значит, будет проявлять. Мужчина должен, а вы как считаете? Я не вижу там проблемы. Значит, вы будете покупать билеты? Да. Очень хорошо. Она уже не знает, как из себя и выдавить интерес к нему. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Или традиции? Семейная традиция. У меня в семье как бы все хотели бы продолжение рода. И есть там среди моих родителей такое желание, чтобы был в семье мальчик. И то есть как бы они... До первого мальчика. До первого мальчика, да. То есть хоть 11 детей, чтобы мальчик был. Вот дар под дых мне сейчас просто. А ничего, что у нас все-таки мы как-то вот с этим вопросом... Ну, она сказала удар под дых. Ну, как бы я сказал, какие есть традиции, это не значит, что это прям вот такое вот железное, железобетонное правило. Я готова без детей создать семью. Ну, что же мне такое будущее пророчество рода? Да, да, да. Я буду детки обязательно. Это все возможно. Знаете, это все в руках Господних. Вот так небесная канцелярия решит, так, деточка, и будет. Роза, почему так жестоко? Роза, почему? Сидит молодая женщина. Ну, зачем же ей прогнозы такие? А пусть она спорит. Она плачет. Она уже плачет. Она думает, боже, кто это вообще? Есть такие вещи, о которых, ну, просто мне даже ты как мать, ну, Роз, ну, это... Даже я, у которой язык, ну, как-то, ну, жалко же, девчонка. Все у нее будет хорошо. Ангелин, все будет хорошо. Извини. Покажите сюрприз. На основе они не подходят. Видно, что они подходят. Да, мне тоже. Опять как первые были добрые. Да, да, ей чуть-чуть надо по характеру, не парень. Мне нужен будет я, да? Да, да. Доброе второе. Значит, я покажу тебе, Ангелин, карточный фокус. И хочу, чтобы ты проверила колоду карты. Она запечатанная. Вижу. Если хочешь, хочешь смотреть. Доверяешь. Мы сейчас ее распакуем. Катала, что ли, приехала к нам? Да почему катала? Просто подумал, что такой фокус будет неплохо показать. Я люблю карты, на самом деле. Ангелин, смотри. Я сейчас буду тусывать колоду. Тебе надо в какой-то момент меня остановить. В любой момент, как ты захочешь. Стоять. Ага. Вот это карта. Увидели. Можешь, мне немножко помешать колоду, если хочешь. Держи. Этот фокус мне показал один сильный эзотерик. И он не всегда получается. Он мне сказал, что если он получается, то это к большому счастью. Мне надо было тоже просто замутить фокус любовью. Ты должна думать об этой карте. А если не отгадаешь? Если не отгадаю, то... Женишься. Я предлагаю... Еще один раз попробую. Я предлагаю, значит... Ну, действительно, он бывает не получается. Но я предлагаю тогда нам, командой, танцевать танец маленьких утят. Тогда танцуешь танец маленьких утят. Он уже не получился. Подожди. Подожди. Значит так. Ангелин. Спорим, что следующую карту я перену твою. Но если я переворачиваю следующую карту твою, то ты меня целуешь. Договорились? Давай, серьезно. Договорились? Давай. Возьми карту, покажи, она или нет. Крапленая тут все, стопроцентная, я уверена. Спасибо, Ангелин. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, парни, большое. Проходите в свою комнату. Константин и Вероника. Мне кажется, он такой хороший парень. Прям хороший, я не знаю. Вероника. Слишком какой-то, да, он хороший. Вы же такого у него тоже слишком. Ну, такой прям, ну, не уйти в бути. Но с личной жизнью я вот маленько так-то и не поняла, что у него. Послушайте, ему 30 лет. Он не встретил ту женщину, ради которой он через минуту бы побежал в ЗАГС. У него были женщины, у него были отношения, но никому не делал предложения. Это нормально сегодня. Делал карьеру. А что было бы лучше, если бы у него было уже трое детей, три разрушенных брака. Вероника, вам понравился? В общем, да, мне понравился. Такой поворот событий понравился, неожиданный. Ангелинчик, я вас не представляю, не просто рядом с Денисом, а куда он вас приведет съемную? То есть, ну вот, красоту такую, как принцессу, но нет. Вы, конечно, с ним не пара, не пара, вот такая вышла за пара, за пара. Хорошая, понимаете? Хорошая. Хорошая. Ну, думаю, напоминает вам того вашего бывшего. Слишком приторно. Странно. Водолейский Юпитер – это обычный мужчина, который чувствует, что, ну просто да, очень приятно царь, интеллектуальный царь. Ну, поэтому вел себя очень приятно и уверенно. На мой взгляд, все приятствование, и это очень здорово. Когда молодой еще человек себя перед женщиной, красивой, очевидно, ощущает не рабея, но в то же время без лишней наглости. Он был достаточно дружелюбным, открытым таким. Мне он очень понравился. Ну, мы посмотрим, кто будет выглядеть другие. Насколько они будут лучше. Конечно, конечно. Как бы я... Чем не удивит невеста? По крайней мере, я был естественным. Ну, и все-таки еще позволю себе метнуть камни, чтобы понять, что еще про Дениса нам важно сегодня узнать. Львиное солнце, то есть очень много эгоцентризма. Есть вредность, которая здесь не проявилась, но я бы сказала, что в личных отношениях способен быть мстительным и, скажем, некие неожиданные решения предлагать женщине. Денис, мне кажется, нет. Знакомьтесь со следующим женихом. Привет. Привет. Меня зовут Владислав. Очень приятно с тобой познакомиться. Твое имя мое самое любимое, на самом деле. Я так хочу дочку назвать уже пять лет. Здорово. Спасибо большое. Владислав. 29 лет. В прошлом профессиональный боксер. Сейчас управляющий в фитнес-центре. Увлекается татуировками. Гордится тем, что спас жизнь ребенку. Предупреждает, что он верующий человек. Избранница Владислава на протяжении всех отношений тайно продолжала общаться со своим бывшим возлюбленным. Не смог смириться с ее предательством и ушел. Надеется, что Ангелина навсегда закрыла дверь в прошлое. Ну, я так понимаю, что бывшая общалась со своим бывшим мужем. Ну, получается, да. У которых был общий ребенок. Да, да, да. И я не понимаю, в чем здесь проблема. Она с ним не жила, она любила вас, у вас были с ней отношения. В чем предательство? На данный момент предательство в том, что на протяжении трех лет этот человек не появлялся. И через три года я просто почувствовал, что человек появился. Так, слава богу, у ребенка появился кровный отец. Так там история была очень сложная. Расскажите. Да, и взгляд у него тоже какой-то неадекватный. Нет, ну, а чем занимается? Я просто не услышала. Она была жена ваша или просто женщина? Вы просто с ней жили? Нет, нет, просто гражданский такой брак. Ну, просто сожитель. Ну, получается... Вы были сожителем, да? Почему не женились? Ну, потому что я еще не был готов. Три года жили, но не были готовы. А она, наверное, думает, поди знать, что у меня с этим Владиславом будет, не будет. А тут вроде родной отец. Вы были сожителем. И, ну, да, сын называл ее вас папой, но это ни о чем не говорит. Потому что для женщины штамп в паспорте – это какой-то гарант, поверьте. Ну, хорошо. И это был единственный эпизод? Нет, как бы впервые я как бы простил человека через четыре месяца, где-то через пять. Вот, как предупредил, чтобы, как бы, если еще раз такое появится, то, ну, такой момент обмана, предательства, то, как бы, он будет последним. Вы ревновали к чему? Я не ревновал. Я не ревнивый человек. А что тогда это было? Ну, это чисто, как бы, по-мужски она просто ударила по мне. Вот и все. Тем самым, что, да, как бы, я полностью для нее все делал, для ребенка. Понятно, но вы были ребенку никто. Вы не женились на его матери, а три года вместе с ней жили. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. На Нагива похож, как ты считаешь. Да, да, да. А вот перед вами сидит Ангелина. Нравится? Нравится. Вам нравится, Владислав? Нравится. Брутальный. Будет все так, как он скажет. А что у нас есть как купца? Зарплата у нас... Хорошая. Только одна? Вот там же фитнес или еще где-то подрабатываете? Ну, помимо фитнеса я, как бы, еще снимаюсь в кино. Я сейчас тоже кино снимаюсь. Ну, сейчас мало кто снимается. Да, ты знаешь, Лариса, что, оказывается, я актриса протокол. О, как это? А как это? Не знаю, режиссер сказал, я протокол. Это есть характерные, я знаю. Да, у меня даже два слова есть. Вот, тоже снимаюсь. Понимаете, правда, без денег, но я сама вообще приплатила бы. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. Хочу воспользоваться свиданием наедине. Пожалуйста, проходите. Владислав как раз сейчас так удачно повернулся спиной. И так удачно, что вот эта мода на лысину, она сейчас среди нас. И что там, шишки какие-нибудь? Нет, на самом... Ну, да, только не шишка, а валик. Вот этот валик от уха до уха по френологическому типу, к сожалению, отмечает людей, которые могут впадать в истерику. Но когда человек держится, и у Владислава волевой лоб, действительно волевой, который, правда, выдает в нем человека не очень чувствительного. Но вот это вот... Приватнее. Была история, когда Бог отвел эту женщину и этого ребенка от Владислава. Когда вы расстались? Шесть с половиной месяцев назад. А у тебя еще... Нет, я как бы спокойно отношусь. Я же сказал, что я как бы не ревнивый человек. Но как бы и один... Нет, но у тебя какие-то чувства еще остались? Ну, не то, что чувства, скорее всего. Это привычка, скорее всего. А вы сейчас не общаетесь вообще? Вообще после того раза ни разу не общаетесь. И ты готов к новым отношениям? Ты в этом уже... Ну, как бы, да, я хочу почувствовать. Я не то, что там гонюсь за картинкой людей, там, мне именно нужно чувствовать. Если я почувствую, что меня тянет, что я хочу делать поступки, а не болтать, тогда да. Такой тип мужчин, это тип предпочтения веселые единомышленницы. Они вообще никогда не женятся. Их можно только вперед ногами в ЗАГС занести. Ну, наверное, они уж очень хороши в другом. Чего? А нам тоже нас не собирается. Не говорит, не собирается. Чего, пускай зажигает. Если тебе не нравится, пусть, послушай, в конце концов. И ничего не сделаешь. А сюрприз, Владислав? Да. Что они там, интересно, минутные деня с ней обсуждали? Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока реклама. Я бы хотел, при каких ситуациях. Потому что для меня, как для человека, это очень важно. Потому что каждая татуировка, она как бы шла у меня в жизнь по ситуации. А что это у вас на гаву, правда, на гаву? А? 13. Вы любите 13-е число? На данный момент это число, которое как бы два раза в жизни, именно пятницу 13-го. Я попадал в реанимацию, так как было нападение. Вот. И я как бы для того, чтобы пойти против этого числа, решил на себе это выразить. Слушайте, ну с таким пузом нельзя вот оголяться. Спасибо. Забирайте своего друга. Одевайтесь в комнате. Да дай разглядеть-то. А он сейчас мимо нас пройдет, голенький. Тогда рубашку не одевай. Это что за красавица такая страшная, с одним глазом? Да. Герой любил, смотри, давай поженимся и вышитым ртом, Ларис. Наверное, жену хочешь, чтобы рот не открывала, да? Нет, чтобы умная была. А вот это... Ой, а шрамчик у тебя какой? Это что такое? Ну это вот первый... А, второй нападение. Это ножом, да? Да. А-а-а! Слушай, ничего тебя там не отбили, нет? Нет. Все функционирует? Все. Отпусти уже, господи. Спасибо большое. Константин, Вероника, впечатления? Мы сегодня с крайностью в крайность, по-моему, да? Да, вначале такой слишком мягкий, сейчас очень брутальный, судя... Я не разбираюсь, не фанат татуировок, не разбираюсь в них, но мне кажется, там... Скажите, а брутальный это какой? Брутальный? Это такой... Брутальный. Серьезный, уверенный в себе, прошибающий любые стены, малоэмоциональный, в первую очередь. Вот такой вот глыба. Да, правильно. Ну, хорошенький. Вот, любовника такого хорошо. А что, а вы не замуж? Вы сами сказали, замуж не собираюсь. Да ж я вам рекомендую, что зажжете. Не, у Гелина вообще кайф. Прямо на это. Я говорю, что вот этот тюнинг, он там внутри душа. Он сам к страстям не склонен, хотя, видите, у таких женщин, как вы, может вызывать страстное чувство. И одновременно сзади вот этот валик, который есть, его голова выдает его с головой, говорит о том, что способен временами впадать в истерику, потому что напряженный аспект Луны и Урана. Вот. Одним словом, помимо вот этого спокойствия, которое мы увидели, временами, я думаю, вы столкнетесь совсем не с легкостью, а с тем, что у него бывают вспышки эмоций. Нет, про истерику точно нет. Даже если что-то случается, держится я в руках. Ну и, наконец, все-таки, может быть, камни дадут ему какой-то шанс. Вот из всех ярко выраженных знаков Агат попал в знак Скорпиона. Он обладает аналитическим умом, наблюдателен и в личной жизни способен проявлять способности детектива. Поэтому ваш телефон будет читаться, учитывайте это, и он будет знать каждый момент, где вы и что с вами. Ну, у нас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Я рад с тобой знакомства. Я думаю, что сегодня ты сделаешь правильный выбор. У тебя очень красивые глаза. Я успела немножко познакомиться с тобой. Я думаю, наше общение к чему-то придет более интересным. Здорово. Анатолий. 27 лет. Бизнесмен, коучер. Занимает топовые позиции в крупной косметической компании. Увлекается яхтингом. Гордится тем, что рано повзрослел и прошел гарвардский тест с хорошим результатом. Мечтает выйти на новый уровень материального дохода. Анатолий верил своей возлюбленной как себе до тех пор, пока не нашел ее личный дневник. Надеется, что Ангелина – честная девушка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, которому 27 лет. А вы кто? Это со мной человек. Охрана, что ли? Да. А от кого? От нас? Нет. А от кого? Мы занимаемся юридическим бизнесом, направлением, соответственно, у нас крупные контракты, производство и так далее. То есть, и очень важна безопасность. И что, в любой момент могут напасть прямо? Вообще, абсолютно. А если к вам кинется девушка с объятиями и поцелуями, он тоже будет отгонять? Да, абсолютно. Что-то это как-то не вяжется с моим ощущением серьезного человека, который, знаешь, охранника постоял рядом. Он это как бы очень в детский сад. Скажите, а в доме охрана присутствует? Ну, в доме охрана не присутствует. Дома его не охраняют. А здесь от кого? Я просто не понимаю. А можно посмотреть, как Анна вообще живет? Может, я и вопросы эти все откладываю. Это мой зал. Здесь я мало провожу времени. В основном, когда ко мне приезжают мои друзья. Ну и, соответственно, по утрам периодически читаю газеты. Живу я в центре, так как не хватает катастрофически времени ехать куда-то за город или за пределы бульварного кольца. Вот. Хочу хоть немного времени оставить себе на личную жизнь, на какое-то свое хобби, чтение книг и так далее. Здесь моя маленькая скромная кухня. Здесь я ничего абсолютно не готовлю. Вот. Так как просто не вижу в этом смысла пока, да. То есть, в основном все заказываю из ресторана. Надеюсь, что здесь все будет иначе и по-другому. А ты вообще готовишь, Ангелина? Готовлю. Хорошо. Если честно сказать, для себя не готовлю. Не знаю, почему не готовлю для себя. Лень, наверное. Но когда у меня были отношения, всегда стабильно. А повара? Ну, повара не повара. Важно, чтобы женщина заботилась о своем мужчине. Не будет повара. Почему? Ну, потому что в бюджет не вписывается. А тогда на кой ляд ваше богатство? Если нам самим нужно, как с обычным, и готовить, и стирать, и еще. А он красота. Да это всем мужчинам нужно. А красота, а он куда такая? А Ангелина, кстати, и не хотела богатого мужчину. На самом деле, вы знаете, я извиняюсь за прямоту своей речи, но прием с охраной мне не понравился, а вот видео меня очень порадовало. Потому что если бы на видео я увидела какие-то вот прям царские палаты, меня бы это разочаровало. Это, я извиняюсь, можно скажу понт. Я таких видела. Он показал то, как оно есть. И после этого, то есть, я его действительно еще больше зауважала. Конечно, то, что знаете, то, что на видео, и то, что на самом деле потом будет. Это две большие разницы. Ну, может быть, но, по крайней мере, он умеет себя преподносить. Это я уже могу явно отметить. Ну, он абсолютно не брутальный, Анатолий. Понятие брутальности. Какое понятие брутальности? Оно одно. Анатолий, вы расстались с девушкой после того, как прочли ее дневник. А мама не говорила в детстве, что читать чужие письма, тем более дневники, это же очень личное, нельзя. Я знал, что вы об этом скажете, и мы будем об этом говорить. И это было удивительное время, очень юношеское, да? То есть, вы можете себе представить молодого человека, которому исполняется 18. Нет, я до сих пор, если бы мой муж вел бы дневник, я бы перевернула бы весь дом и прочитала. Понимаете, это же ни о чем не говорит. Это же ужасно интересно. А вы вместе жили с ней. Да, исключительно. И, как и любой молодой человек, ты хочешь узнать поближе человека, и ты понимаешь, что на это нужно время. И меня исключительно интересовал тот период жизни, когда у нас были отношения. Нет, меня не интересовало, что было до этого меня абсолютно. Мне важно было понимать, как она относится ко мне. Так, потому что она в этих дневниках фантазии какие-то свои описывает. Я разделяю вещи, которые связаны с фантазиями. Ну, хорошо, что там было в дневнике? Ну, там было то, что меня очень сильно поразило, и я для себя сделал выводы, что у нее не было никакой работы, а исключительно у нее был мужчина, который ее обеспечивал, который... И она не могла отказаться от денег, да, потому что... А вы почему ее не обеспечили? Мне было 18 лет. Он слабенький, хиленький, он ничего не умеет, ничего не знает. Нет, тут на самом деле, как бы, кто кого любить будет, сам себя. Сам себя любит. Марцисс. А сейчас у вас все хорошо в Москве, квартира там? Да, у меня все прекрасно в Москве, я очень много работаю и пытаюсь взять максимум с каждого дня. Так у вас и собственная компания, 3000 подчиненных, охрана-водитель, миллионные сделки, высокий пассивный. Так вот. Давай не про это. А что, ну, опять не про это? Дело в том, что у нас есть видео, где ваша девушка, которая была у нас на программе, дает о вас интервью. Да, это интересно. Ну, в итоге-то у нас ничего не получилось. А почему он не хотел жениться? Не делал предложение его? Потому что у его родителей было правило. Какое? Чтобы у нас было материное состояние. Они-то вырастили всех этих детей, ну, так скажем, в нищете, но очень сложно им было. И когда они достигли такого финансового состояния... А вы из бедной семьи, родители рабочие. Простые. Простые. Вы были из простых, поэтому не пришлись ко двору. А когда узнали о том, что у него, оказывается, есть там... Он мне сам рассказал об этом, просто он сказал, что она намного лучше выглядит. Да, не наш пятненький покрылся. Вам нравится, Ангелина? Да, конечно. Если будут какие-то проблемы с деторождением, будете терпеливым, будете помогать, будете, ну, вот прям мужчиной-мужчиной. Ну, я на самом деле такой человек, который верит, что все возможно, если ты этого сильно захочешь. Скажите, а для вас важно будет мнение родителей в выборе девушки? Абсолютно никогда не имело значения фундаментального, да? То есть... А если они вам скажут, нет, вот женишься на Люсе, лишим наследства? Это мое решение. Лишим наследства? Да, там, ну, по факту у нас нет таких взаимоотношений с родителями. И мой отец очень мудрый человек, однажды мне сказал, что ты можешь попросить любого у меня совет, но никогда не спрашивай у меня, как тебе жить с твоей женщиной. Это твой вопрос. А мне кажется, он будет прислушиваться к мнению родителей. А твоя девушка должна работать? Женщина, жена? Если она в этом нуждается, если она этого хочет, если она в этом видит какой-то смысл... А к вашей жене будет приставлена охрана? Я думаю, что если она в этом будет нуждаться... Очень скучно ей. И неинтересно просто даже. А у вас остался один бонус. Свидание наедине. Нет, скелет в каком? Свидание было? Скелет, Лариса. Я так жду этого бонуса. А я так хотела. Свидание, думаю, пойдет с охранниками. А я бонус хочу. Чего? Плохая. Вот могла бы и не напоминать, что зрители забыли. Это что такое, ДНК? Это не ДНК, это, если говорить о скелете, о том, что возможно, да, то есть ты была к этому заранее готова. Я очень чувственный человек, эмоциональный и требующий очень много энергии. Вот. То есть постоянно непрерывная энергия. Ну, кровь девственности не пьете по утрам? Нет, нет. Можно тогда остаться? Нет. Подожди минуточку. Это вы сейчас про секс, что ли, говорите? Ну, каждый для себя понял, о чем я говорил. Ну, энергия, он к тому, что тянуло, не тянуло, блин, ну, есть такое на самом деле. Вот есть она, и, ну, это вообще не тянет. А вот я старая больная не поняла. Значит, мы про секс говорим. А вы поняли, о чем он говорит? Я это поняла, как не связано с сексом. Это что это за формула? Ну, я тоже... Это формула, связанная... Это тестостерон, да? Ну, повышенный уровень активности. А, значит, вам секса нужно очень много. Сколько в день? Мы точно должны с вами это обсуждать. А как вы думали? Я думаю, нет. Проходите, пожалуйста, покажите сюрприз. Присаживайтесь, пожалуйста. Поможешь мне? Да, ну, собственно, в чем заключается мой сюрприз, да? Если речь идет о брутальности, я считаю, что мужчина, прежде всего, должен быть уверенным в себе, знающим себе цену, и знать, куда он идет, и куда он ведет свою семью и свою девушку. И для того, чтобы... Согласна с вами, все говорите правильно. Он должен заботиться о ней. И брутальность, и уверенность, она вот оценивается через призму этих вещей, а не того, что мы видели до этого здесь, да? То есть какое-то показушничество и так далее. Не вызывает у меня доверия. Мы делаем свадебную прическу. Наверное, то, что хочет каждая девушка. Что же вы ее сейчас подразите? Она фату примерит, а вы на ней не женитесь. А, кстати, это дурная примета. Примета нехорошая. Мы, люди, не верим приметам. Мы уверены в том, что нам нужно и что нам необходимо. Да? И не суеверны, потому что... Ты не суеверная? Нет. Примета дурная вообще, проверенная. Да ладно, я столько играла невестой, что я замуж ни разу не вышла. Она же не играет. Играйте, Ангелина, разрешаю. Так, и что, ну и фата, ну и почем ваша фата? А это не имеет значения. Имеет значения. Моей дочке фата 200 тысяч стоила. Ой, как имеет. Если вы тут начали декларировать про богатство, дай гляну. Ой, да я тоже гляну. Ой, копеечная совершенно. Ой, и... У-у-у, все копеечная, все копеечная. Роза, да ну ладно тебе. Да ну. Ой, я же знал, что не напевать, а смотри, я же сказал. Дружно становится, что человек, у которого компания в 3000 человек своими руками не может прописи, как это подарок. Спасибо большое. И на кой это вот, и что? Это же вот оно по правде было, и вы бы счастливы. Да, ну я хотел сантерпретировать свои намерения, в принципе, да, что я серьезно уверенный человек, и если я кого-то выбираю для себя, то я буду до конца. Самое главное, чтобы со мной этот человек был искренен, и откровенен, и правдив. Спасибо, Анатолий, забирайте своих прекрасных подруг, охрану и в свою комнату. Спасибо большое. Константин и Вероника. Самый влюбленный, на мой взгляд, напущенный. Мне сказал, что эмоционален, но очень монотонен так, и мне показалось, что прям вот все, что происходило сейчас, было прям очень скучно. Вероника. Ну это было, грубо говоря, показательное выступление. В нем нету жизни, он не живой, он как робот. А два других живые были? Очень живые, живчики просто. У меня разногласия с моими друзьями, получается. Правда? Да, так совпало, вы, наверное, можете подумать. А, ну конечно, вот он пришел, богатый, нет, да. Нет, мы так не подумаем. Он умен. Да, может быть, в нем не хватает брутальности, но, наверное... В чем ум, извините, чем он вас поразил? Какими такими умозаключениями? Вот сколько он сидел, он всю свою историю рассказывал мне. Он все время смотрел на меня. Он со мной разговаривал. Это мелочь, но все равно это приятно. Послушайте, он бизнес-тренер. Я понимаю. Я сама была на бизнес-курсах. Это такие азы, хотите, чтобы вас услышали, смотрите в глаза. Да, я понимаю все это. Ну и что еще? Каким таким умом он вас поразил? Ну вот, он коммуникабельный довольно-таки. Я думаю, что с ним просто нужно пообщаться в неформальной обстановке, где нет... Не, конечно, в трусах и с кружкой пива, с воблой где-нибудь. Но он будет по-другому себя вести. Хотя не уверена. Нет, ну не обязательно с крайности в крайности. Просто не здесь. Вы бы хотели от него детей? Он мне понравился... Мне очень тяжело ответить на этот вопрос при первой встрече. Смотри, как долго тебя обсуждают. Зацепила. При личном общении он полная противоположность тем прописным истинам или тем убеждениям, которые он высказывал. Он на самом деле очень мягкий. Он на самом деле очень теплый. Но я не понимаю, а зачем? Зачем было продемонстрировано совершенно другое? С какой целью? Поэтому я считаю, что он сегодня не заслуживает невесту. Наша задача, чтобы она сейчас нас выбрала, а потом мы уже разберемся, нужна она на мой или нет. Пообщайтесь, посоветуйтесь. С кем бы ты на свидание сходила на первое? Ну, посидеть, пообщаться, узнать что-то, с кем интересно. Не знаю, я бы тебе второго посоветовала. С третьим. Второго? Ну да, смотри. А тебе второе никого не напоминает? Напоминает. Моего второго. Ну, копия, если честно. Константин и Вероника. Ну, мы считаем, что выбор может стоять между либо первым мужчиной, либо последним. Толь, ты у нас классный парень. Мы заложники своих привычек. Стоит ли вообще пробовать и бежать к Анатолию или к Денису? К Владиславу. И там приспосабливаемся. Мне кажется, самый живой, конечно, здесь Денис. Он мне понравился больше всех. Сидит лысый, клевый, брутальный пацан, с которым можно и путешествовать, и рожать детей, и поддержать, и все. Слушай, ну, мне уже круто, что я пришел, что так сказали. В общем, Регине, это так круто. Сегодня я не нашла здесь того мужчины с смеси скорпиона и близнеца, я не нашла той воды и того воздуха одновременно, и активности, страстности и легкости, которые бы вам подошли. Но я считаю, что все равно идти надо, потому что на программу люди приходят за чудом. И может быть, наши мужчины все-таки изменятся. Хочу сейчас... Какой тебе камень нравится больше? Давай кинем. Нет, я верю своей интуиции и своим мозгам и опыту, а не камушкам творим. Ты мне тоже веришь. Давай. Увы, ничего не получилось. И гадание показывает, опять же, что никого. Она как-то все смешала. Надо ей выйти фокус показать, что ли. Все равно ни один из знаков зодиака, который представляет, у меня никого. В общем, слушайте свое сердце, оно вас точно приведет туда, куда нужно. Мы вас поддержим в любом случае, дорогая. Иди, милая. Мне стало известно, что у нее есть ребенок от первого брака, которым она от меня прятала. Ну, дешевая женщина, скажем так. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну, вот чем она вам не пришлась? Ну, всем. Можно это не снимать? Я предлагаю всем выйти и поддержать Ангелину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебя не отговаривали. А ты была... Я на самом деле очень боролась. Очень. Потому что, да, меня отговаривали все. Мы очень переживали. Толя очень переживала. Прям вообще сейчас сидел. У нас есть пара Ангелина и Анатолий. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ